Всем огромный привет! На этот раз уже весенний. Меня зовут Диана и сегодня у нас будет шоппинг-влог сразу в нескольких магазинах. Начнем мы традиционно с Зары, так как там огромное количество трендов сейчас привезли и завезли. Давайте смотреть! И первое, что хочется отметить, это обилие именно небесно-голубого цвета. Несмотря на то, что признан был понтоном классический синий, и он точечно появляется в магазинах, но все-таки именно вот такой вот очень нежный, прекрасный оттенок появляется в Заре в большом количестве. И мне он, кстати, нравится намного больше, чем вот этот яркий, насыщенный синий. Поэтому я выбрала свитер. Он, конечно, по составу не сильно натуральный, но при этом он приятный к телу. В нем свободно и легко. Я думаю, что и носиться он будет тоже прекрасно. И понравилась мне также стеганая сумка, которая была у нас осенью в обычных классических оттенках, а сейчас она с элементом металлик. Кстати, брючки очень есть неплохие. Единственное, что стоит отметить, это мой рост. Я всегда повторяю, что я невысокая, и мне они как раз. И, естественно, у высоких девушек, например, от метра 75, будет сильно оголена щиколотка. Этот факт тоже нужно понимать. Большое количество кожаных кроссовок появилось в Заре из натуральной кожи. Они сделаны по-весеннему свежо. Мне кажется, это самая идеальная обувь для прогулок. Обещанный для сезона романтизм тоже появляется в большом количестве. Очень много воздушных платьев, кружев, дополнительных валанов. В общем, все очень нежное и летящее. Естественно, что хочется миксовать такие вещи с более грубыми атрибутами. Например, с такой же обувью молочной, цвета икрю. И мне в такие образы прямо просится достаточно грубая подошва. Обязательно плоский ход, без всяких каблуков, для того, чтобы создать этот баланс. То есть, можно дополнить именно кожаной курткой, но чем-то очень увесистым. Цвет обуви, это, кстати, отдельная тоже тема, потому что сейчас, по крайней мере в Заре, большинство пар обуви именно светлой, это цвет икрю. Мы немножечко отходим в этом сезоне от белого. И с этой обувью, кстати, хорошо миксуются любые луки, светлые, такие бежевые. Действительно весенние, уже можно не бояться цветов и выбирать такой классический стиль. И в этом образе мне захотелось поиграть с объемами. Это такая огромная динамика именно в верхней части, а все остальное это классическое зауженное. Особенно вот эту тонкость создают ботинки с зауженной щиколоткой, которую можно подчеркивать. И поэтому именно такая обувь будет хорошо смотреться и с платьями тоже. Просто огромнейший выбор кардиганов стандартных, уже классических, в таком ретро стиле 90-х. С пуговицами и V-образным вырезом. И, кстати, удлиненные модели можно привнести в весенний гардероб в виде удлиненных платьев. Опять-таки, самое главное, чтобы вам позволяло это сделать рост. Для меня это именно идеальный вариант выхода на каждый день для прогулок, для жизни. Осталось только, возможно, подобрать леггинсы для тех, кто не хочет открывать сильно ноги. И вот в Zara также появились ремни. Они достаточно широкие. Единственное, что примерить идеально я вам не смогу, потому что тут стоит защелка, и она портит абсолютно весь образ и всю идею. Но в целом очень гармоничный тоже цвет молочный, который подойдет под все. Очень радует выбор косух из искусственной кожи в Zara. Очень много моделей в таком ретро стиле из 90-х. Это удлиненные модели, покатые плечи, огромные воротники. Все очень здорово на любой вкус и цвет. Для следующих луков я выбрала трикотажный кроп-топ из очень приятного материала. Он очень хорошо ложится на тело. Самое главное, мне понравился цвет. Он, конечно, такой более насыщенный цвет яичной скорлупы и очень приятный. Он хорошо будет миксоваться абсолютно со всеми оттенками, особенно моей любимой гаммы бежевых и серых тонов. Кстати, отличительной особенностью вот этого сезона стали именно пиджаки. Если мы раньше носили пиджаки на несколько размеров больше, чтобы добиться эффекта с мужского плеча, огромных подплечников в стиле 90-х, то сейчас нам масс-маркет предлагает уже готовые варианты. Обратите внимание, что на мне сейчас удлиненный пиджак пальто размера S. И он сел так, словно это L. Также хотела вам поближе показать джинсы. Они так и называются винтажная коллекция из плотной ткани, но это достаточно такие узкие скини. Садятся неплохо, но карманы слишком низко. Естественно, что Zara не обошла стороной новый тренд на выделенную область груди. Очень много топов, рубашек, футболок с выделенной зоной декольте по-разному. Ну а те, кому этот тренд не очень близок, мы можем продолжать носить трикотажные кроп-топы поверх рубашек. Это всегда актуально, всегда свежо смотрится. И эффект многослойности, о котором я говорю, он всегда привносит какую-то особенную деталь в образ. И также я решила взять этот кроп-топ за основу и добавить свои собственные серые джинсы, потому что они сидят намного лучше, чем Zara. И самое главное, мне нравится сочетание именно лимонных оттенков и серых. Единственное, не учла, что, конечно, лучше для таких топов более гладкое белье. Ну и вот опять же, такой винтажный этот пиджак. Для меня длина слишком большая, он доходит до колена. Хочется мне покороче, но высоким девочкам будет хорошо. Если вам очень нравится стиль покатых плеч, не все любят оверсайз, я это знаю. Но вот на этот пиджак тогда стоит обратить внимание. И фаворитом сегодняшнего, наверное, выпуска станет вот этот вот длиннющий жилет, который привел меня в дикий восторг. Этот жилет действительно может стать акцентным таким фаворитом любого гардероба, потому что даже самые простые вещи, самый простой набор может заиграть совершенно по-другому, благодаря привнесению вот этой детали. Этот жилет даже скроен уникально, у него есть боковые разрезы и один длинный разрез сзади. Очень классно смотрится именно при походке, создает такую динамику движения, динамику всему образу в целом, и к нему можно миксовать абсолютно все. Ну и последняя на сегодня вещь из Зары. Это такой сет из двух топов, из органзы и кроп-топа. Он уже заботливо был испачкан какой-то красной помадой, но это не помешало именно нашей примерке. Естественно, что локально, отдельно от всего эти вещи, они абсолютно неоднозначны, но если вы их миксуете с обычными оверсайз жакетами, если используете грубую обувь, то есть создаете баланс между вот этой нежностью, прозрачностью, то тогда образ может сложиться. И также очень сильно хочу похвалить вот эти вот мюли из Зары. У них очень хороший устойчивый каблук, наверное, около 7 сантиметров, но самое главное, что у них вот эта вот сеточка, а не искусственная кожа, поэтому носиться будет очень хорошо. И мы с вами плавно перемещаемся в примерочную Страдивариуса. Здесь, конечно, плохой свет, но что есть, то есть. Сейчас довольно большое разнообразие именно вещей в стиле сафари или милитари. То есть милитари это больше с накладными карманами, вот эта парка, которая сейчас на мне, это больше сафари. Они нежные, приятные, в принципе, для кэжуал жизни отлично подходят и приятный цвет хаки. Тренд на вязаные трикотажные жилеты в Страдивариусе решили обыграть вот таким вот образом. Плюс ко всему в этом жилете не совсем натуральные материалы, там есть какое-то добавление хлопка, но в большей степени это акрил. Зато брючки очень неплохие, брюки-бананы с защипами, с очень высокой посадкой. Хороший размерный ряд с 34-го, на мне сейчас 34-й и сел он очень хорошо. Единственное, что я бы поменяла ремень, он очень сильно дешевит образ в целом. Очень неплохие фасонные пальто есть в Страдивариусе, они в двух цветах, вот в таком нежно-голубом, который я выбрала, и в бежевом, песочном, таком классическом оттенке. У него приятная длина, интересный крой, интересный, потому что без дополнительных каких-то деталей, но при этом мне очень понравились именно покатые плечи. Очень хочу вам показать также юбку, которая пользовалась самой большой популярностью, наверное, в этой коллекции. Это юбка в стиле сафари, она очень простая, очень приятная к телу, у нее хорошая длина миди, единственное, что я вот вижу, что косо пошиты пуговицы, но это не самый плохой момент. И в целом, такую именно юбку, такой фасон можно стилизовать абсолютно совсем, она очень хорошо подходит для городской среды и совсем впишется. Мода на дутые жилеты, продолжает активно шагать, мы весной их активно используем. Такие жилеты есть, например, и в Бершке, там они более стегные, здесь с накладными клапанами, карманами, как раз-таки в стиле милитари. Очень неплохой жилет, мне кажется, под свитер он будет вообще идеально смотреться, главное затянуть его на поясе, затягивается он изнутри. И далее я хочу не совсем привычном для меня формате показать вам точечно те самые вещи из разных примерочных, которые меня особенно впечатлили. И мы отправляемся в магазин Lime, здесь очень красивый оливкового цвета пиджак, он из мягкой струящейся ткани, как раз идеальный вариант для весны. Также мне понравились кроп-топы из искусственной кожи, они очень мягкие, очень классно садятся именно по фигуре и подойдут отлично под любые образы. Осталась в восторге от рубашки из Lime, она очень прям такая плотная, держит форму и это классно, поэтому она выглядит такой прям концептуальной. И 100% хлопка, кстати, но ткань при этом похожа больше на какую-то структурную в виде льна. Следующее это будет платье, которое сделано в виде тренча, очень интересный рукав, просто божественный, мягкий, приятный состав, очень классное платье. На самом деле я думаю, что вот эту новую коллекцию от Lime ее очень быстро раскупят, настолько она прекрасна, настолько она гармонично вписывается именно в повседневную жизнь нашу. И вот последнее, что я хочу вам показать, это тоже такая оверсайз куртка, это джинса, очень светлая, с классным таким рукавом и при этом высоким воротником хомутом. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний влог, буду стараться снимать почаще, выбираться в магазины почаще, ну а вы поддержите меня лайками, буду ждать ваших комментариев. Если вы не подписаны еще на канал, то подпишитесь обязательно. Всем до встречи, всем пока!